Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение модификации Тёмное Братство Проклятой Зоной. В конце прошлой серии мы пришли на ТП, пообщались тут с местными, но ещё не со всеми. Остановились на Бергамоте, давайте с ним познакомимся. Здарова, ты Бергамот. Я чего хотел? Да мне Громыч сказал, что ты техник хороший, не посоветуешь какое снаряжение использовать? Ты же теперь на нас работаешь, да? Ну могу помочь тогда, но и тебе знатно потратиться придётся. Ох, ну как всегда, давай рассказывай, что надо. Ну как ты хочешь, получить что-то без затрат. Делать ничего не надо особо, просто приноси мне составляющие и я тебе лучше в зону снарягу забабахаю. Инструменты у меня отличные, снайпер постарался. Ну давай приступим к созданию крутого обмундирования. Давай, сначала тащи сюда простой бронекостюм Восхода и бронекостюм Булат. Пожалуй, я совмещу эти два комбеза за 25 тысяч. Все костюмы можно купить у Лёни. Так, Восход и Булат. А Булат я что-то не помню, чтобы у Лёни был. И Булат у нас уже отметился. Булат это же вроде вот этот. Комбез армейский. Хотят скат, 9М. Ну ладно, нам походу только Восход. Надо приобрести. Так, Лёня. Кстати, я ему хотел еще снайперку эту продать в выхлоп. А он не берет. Но ничего. Все, теперь можем тащить все к Бергамоту. Просто снайперка... Нам сейчас это не особо нужна. У нас же Даггер уже есть. Хоть и не очень честным путем заработанный. Но тем не менее. Ладно, тогда эту выхлоп мы скинем где-нибудь тут. Так, ну что. Вот вещи. Зови меня Андреем. Давай поколдую. Ну вот, готово. Спасибо. Броник, костюм Восхода М1. Ого. Хм. Неплохо. Слушай, а как насчет оружия? Может быть тоже что-нибудь замузишь? Уж больно понравился мне твой комбез. Ну, можно попробовать. Так, дай-ка подумать. Короче, дайте сюда Абакан. Есть у меня одна мысля. А цена вопроса 20 тысяч. Потом узнаешь, почему так дорого. Абакан. Ну, у меня только РПК с собой. Из наших стволов. Ладно, будет Абакан. Только где его найти? Ну, будет Абакан, принесем. А сейчас давайте пообщаемся с Орловым. Откуда такой шрам, Старлеи? В бою получил ножевое ранение. Когда отступали из бара, Долговец один из-за угла набросился. Если б не Суворов, меня б убили. А почему вы из бара отступали? Когда Павлов помог группе Восход Долговский отряд порешить, нас в баре тоже не влюбили. Мы же заодно с ОТГ снайпера-то. Понятно. Подожди, вчера я узнал, что мужик тот жив и ушел из долга. Он ошивается где-то поблизости. Отомстить хочешь? Хм, знакомое чувство. Может не стоит? Он же не убил тебя. Если все начнут мстить за мелочи, то тут половина базы друг друга перестреляет. Мудро. Но я свое мнение высказал. Поможешь? Суворова с тобой отправлю. Ну, ладно. Суворов, помнишь координаты места, которые мы вчера обнаружили? Выдвигайтесь темным туда и ликвидируйте цель. Ну, что ж, пойдем. Ну, вот мы тут с Суворовым уже выбежали. По пути псевдогигант встретился, только какой-то совсем слабенький. А мы двигаем, судя по всему, вот к этой стоянке. Ну, пока никого, кроме мутантов, не видно. Собакой тоже покончено. Так, ну вот, товарищ. Сейчас мы тебя и снимем сразу. Может быть, слишком сдалека начал стрелять. Но хотелось бы проверить мощь даггера. Ну что, где ты? Все. А вот, кстати, и Абакан. Отлично. Ломать мясо. Ну, можем взять. Да и еды тоже не помешает. Можешь спать спокойно, Орлов. Спасибо тебе. 7500. Отлично. Сейчас забежим. Еще Абакан отдадим. И 20 тысяч. И получим что-то интересное. Вот Абакан и деньги, Андрей. Вот, хорошо. Держи. Ух ты, неплохо. А чего такие бабки заломил-то? Так это, наткнулись мы недавно на элитный отряд Джерси. У них стволы какие-то эксклюзивные были. Я их в детали пустил. Дорогие, между прочим, обвесы-то заполучил. Ну, тебя не на автоматы прикрепил. Ладно. Так, а что ты там выкинул? Абакан? Не нужен тебе. А вот получили такой вот ствол. Ну, вот. Хм. Неплохо, но... РПК, пожалуй, будет получше. Хотя, ради разнообразия можно и походить. Сейчас Абакан только кому-нибудь надо сбагрить. В общем, Абакан никто брать не захотел, поэтому я его просто выкинул. Но сейчас нам, походу, нужно отправляться на Янтарь, разговаривать с Сахаровым насчет беса. Ну, пусть не близко. Это сначала на армейские склады, бар, дикой территории, только потом Янтарь. Ну, делать нечего, придется идти. Я уже на дикой территории. Выношу тут наемников. Помаленьку. Прорываемся вперед. Ну, лежат огненные шары. Пускай лежат. Мы двигаем дальше. Хотя... Мужики, ворвем их. Да я тебя уже убил, как ты можешь говорить? Окапываемся. Окапывайся, окапывайся. Ё-моё, сколько вас тут, ребята. Ладно, переходим на другое оружие. Ну, что, все. Где-то еще два чувака. И последний. А что, заметка на карте появилась? На мини-карте. Волкодав с головорезами. Ну, круглого тут, к счастью, нету. Перестреляв наемников на дикой территории, я перешел на янтарь. Уже тут возле бункера. Ну, пойдем сразу познакомимся с учеными, какие тут есть. Ребята. Чего стоим? Разговариваем? Тут никого. Так, здравствуйте, мало... Ээээ, сталкер. Хе. И вам не хворость, профессор. Я по серьезному делу пришел. Мне нужна информация по группировке Грех и по сталкеру-бесу, если можно. Только дезинформировать не надо. Я знаю, что вы можете так поступить. Говорите только без лирических отступлений. Не держите, сталкер. Я вас вижу в первый раз. А вы с меня что-то требуете, будто я вам обязан. Во-первых, представьтесь. Ну, называйте меня темным сталкером. Я от Лехи Снайпера и доктора Степнова. Хм, Снайпер. Я что-то припоминаю. Ах, да, он же спас от наемников доктора Степнова два года назад. Так, и чего же он хочет? Повторюсь, настоящую информацию по группировке Грех. Если можно, данные по сталкера-насталкера-беса. Грех. Хм, два года назад тоже о них что-то вспоминать начали. Опять восход зашевелился. Доживю какой-то. Я же просил без отступления и по делу. Знаете что, темный сталкер, обратитесь к моему новому коллеге, Кленову. Он бывший член осознания. Думаю, он многое расскажет. Хорошо. Так, починимся. Чем торгуете, профессор? Держите вот этот автомат. Неплохой. Я также собрал все-таки артефакты на дикой территории. Можем продать. Так, все, надо уже там спасать ребят. Ой, уже одного замочили. Уже двоих замочили. Как так? Ё-моё. Мужик какой-то с таким рюкзаком. Лейтенант. И здесь кто-то. Тоже. Охрана. Так, это я. Убил этого товарища. Здравствуйте, док. Вы слышали наш разговор с Сахаровым? Да. Думаю, я правильно уловил, что вы ищете данные по греху и сталкеру бесу. Верно. Ну так что, поможете? Ясное дело. Если б мог. Сахаров вам сказал, что я раньше стоял в осознании. Так вот, заранее извиняюсь за все извращения, проведенные над тобой и твоей группировкой, темный сталкер. Где Велес, кстати? В убежище остался. Извинения приняты. Не ты один же мне жизнь испортил в корне. Я работаю над тем, чтобы научиться излечивать от мутации. Эксперименты над зомбированными уже давали успехи. А насчет данных... Так это, короче говоря, монолитовцам перед вербовкой стирали память, что же делали с предателями. К чему это? Хотя я начинаю догадываться. Да-да, часть секретной информации поглощалась специальными артефактами, который назывался Забвение. Где артефакты хранили, я как раз таки не помню. Про их существование-то я по теориям Сахарова узнал. Должно быть, если монолит теперь нормальная группировка, они вернули себе память, а значит, они шли артефакты и свои тюжея. Тебе остается только найти их главного на радаре под бывшими антеннами вжигателя и уговорить отдать именно мое Забвение. Пойми, это важно не только для тебя, но и для меня в первую очередь. Эх, была не была, пойду на радар. Артем, я сейчас на радар метнусь, а ты пока пробей информацию по лидеру монолита. Как зовут, как давно главарь группировки, какая политика по отношению к другим группировкам и прочее. Ну, чтобы не знать с кем и как разговаривать хотя бы. Лады, скоро будет. Так, на радар. На радар. А мы с янтаря попадем? Нет, тут перехода нету. Ой, опять бежать. Дикая территория, бар, армейские склады. Ну, погнали. Итак, я уже на радаре. Здесь самое приятное то, что монолитовцы к нам нейтральны. Практически все. Только в начале локации, вот здесь, как только я перешел, здесь были враждебные монолитовцы, а все остальные нейтралы. И сталкеры между монолитовцами не перестреливаются. Еще встретил немного ребят из GRC. Вот тут вот. С ними пришлось... Постреляться. Но в остальном все тихо, спокойно. Так, кружат вертолеты. Мы двигаем к антеннам. Где-то здесь нужно найти лидера монолита. Но сейчас будем искать. А тут, кстати, переход в рыжий лес. Находится. Было бы неплохо на янтарь, чтобы тут переход был. Какое-то сообщение непонятное. Вот, вот этот монолитовец нам почему-то враг. Не понимаю, а эти почему-то нет. Может тут просто монолитовцы еще с оригинала остались? Враждебные. Это какие-то новые. Все. Я со всеми разобрался. Давайте теперь поищем... ...ребят, с которыми можно пообщаться. Все молчат. У нас даже не отметилось задание добраться до антенн пока что. Может, надо дальше двигаться? Хм, интересно. Так, куда же нам идти? Или добраться до антенн? Это прям вот... ...к антеннам вот сюда вот куда-то. Ага. Деймос, так, и где ты? В здании, походу, да? Судя по всему, да. Нам как раз к тебе. Скорее всего. Темный сталкер. Вот информация по лидеру Монолита. Прозвище Деймос. Главарь группировки около года. Стал лидером после смерти предыдущего командира. По отношению к другим группировкам нейтрален. Благодарю. И тебе не хворать, Деймос. Ага. Кто ты, сталкер? Зачем пришел? Я темный сталкер. Пришел к великому хранителю Монолита за помощью. Не подлизывайся. Просто подробнее рассказывай, зачем пришел. Итак. Когда твой клан был марионеткой осознания, вам стирали память и, скажем так, пихали ее в артефакты забвения. Эту историю мне рассказал ученый Кленов. Он хочет вернуть часть своей стертой памяти и предполагает, что вы нашли свои артефакты, а вместе с ними и его. Да, сталкер. Кленов, мудрый человек, раз выстроил правильное предположение. На складе артефактов под лабораторией оставалась пара лишних рюкзаков с артефактами забвения. Мы вытащили их на поверхность. Они в вагончике на территории этого комплекса. Я разрешаю тебе поискать их. Спасибо. Что значит поискать? Просто так выручить руки нет? Или сказать, в каком конкретно вагончике? Поискать. Походу, я сразу и нашел. Ничего себе. Забвения заполнены. Вот как раз память предателя Кленова. Отлично. А тут что у нас? Уткина. И пустой. Ну что ж, ладно. И что, теперь обратно к Кленову? Да, и походу опять тем же путем. Потому что через Рыжий лес мы на Янтарь никак не попадем. Вернулся я на Янтарь. Отдаем артефакт Кленову. Вот так. Молодец. Давай сюда. Сейчас я проведу с ним кое-какие манипуляции. Верну ту память, что мне стерли. Давай. Скорей, Капуша. Мы с Серегой уже в лабе. Да иду я, мать твою. Осмотритесь там без меня пока что. Так, новая заметка. Надежда. У меня появилась надежда после встречи с ученым, который, судя по всему, был из тех, кто держал нас в этой лаборатории. Он говорит, что возможно еще излечение от этих мутаций. Но он пока работает над этим. Так, а что вот... Артем Громыч и... Вадик куда-то в какую-то лабу собрались. Как память твоя, профессор? Голова болит. Черт, поток мыслей. Как много всего. Темно. Очень темно. В зоне всегда темно. Ты в сознании? Угу. Давай, это самое. Рассказывай про грех. Про беса. Время не ждет. И так дел полным еще. Полно. Что спешишь, голый в баню? Оф, тяжело мне вообще-то. Ладно, слушай. Бес... В первый раз слышу. Кто это? Какой-то сталкер, судя по всему, с телепатическими способностями. Не знаю такого. Зашибись. Ну а про грех что сказать можешь? Темное правительство зоны. Они всем управляли. И управляют. Они управляли сознанием. Апокалипсисом. Даже самые сильные сталкеры не могли противостоять им. Все, кто видел их, живыми бесследно исчезали. Они подстроили великую войну группировок 2011 года. Они подстроили победу чистого неба в той войне. Они подстроили побег шрама за стрелком на ЧАЭС. Они подстроили побег из ковчега меняющего лица. Чтобы ослабить сталкерские силы в зоне. Никто не в силах с ними бороться. Но это мы еще посмотрим. Еще что-нибудь? Да, они телепаты. Псионики, контролеры и прочие телепатические твари. Либо это их слуги. Походу, бес из греха. Как их найти? Наемники Волкодава. Завод Х-18. С сентября 2012-го. Они там. Угу. Так. То есть... В Х-18. Кленов дал наводку на наемников Волкодавы возле Х-18. В каком-то смысле эта лаборатория мне является родной. В смысле родной для моей мутантской сущности. Я ее еще хоть как-то помню. Мы тогда сбежали и разозушили почти всю лабу. Только главный корпус по экспериментам остался работать. А Раскленов направил меня туда, значит она действительно каким-то боком связана с грехом. В лаборатории опасно. Если грех такой могущественный, то они узнают, что я в их лаборатории. Нужна оборона снаружи. Ладно. Понятно. Так. У Сахарова больше ничего. Ну, вроде как не должно что-то появиться. Можем только вот починиться. И отправляться к Х-18. Пришел я в темную долину. Сейчас нахожусь здесь вот на заправке. Просто забыл, когда мы здесь в прошлый раз были, показать один тайник. Интересный. Он находится тут вот под сейфом. Лежит. И тут мы находим ПКМ. Армейский бронекостюм. Патроны для ПКМа. Бинокль. И КПК. Бесяка. Про алмаз в мертвом городе знает все больше народа. Надо успеть туда первым. Только бы ничего не забыть в спешке, как всегда. Положу пока запасную снарягу сюда. Будем уходить. Заберу. Но это нам ни о чем не говорит, потому что в этом моде локаций Мертвый Город нету. Поэтому все это можно оставить здесь. ПКМ мне не нужен. Поэтому оставляем это тут. И отправляемся к следующему тайнику. А следующий тайник лежит вот тут вот. Посмотрите, какое сейчас красивое ночное небо. Вороны летают. Но не будем откликаться. Мы идем сюда наверх. И тут находим очередной бонусный тайник. С запиской. Лешик, кореш, проблема в натуре возникла. Натворил я делов. Это не считая того, что мы с Джоном вынесли всю банду Ковцура и половину Лиманска. Короче, проблемы у меня большие. Не буду говорить ничего конкретного. Просто знай, что мне сейчас нужно залечь на дно. Спрошу некоторые вещи. Мне они не нужны. Из артефакта на меня охотилась группа сталкеров. А пушку оставляю, дабы подозрения сбить. У меня G36 в схроне на болотах есть. Инвентар рабочий я нашел. В общем, не ищи меня пока что. Грек. Тайник Грека. И тут у нас артефакт Ёжик в тумане. Образуется в аномалии туман. На данный момент аномалии уже не существует целый год. Поэтому артефакт считается уникальным. И элитный медкомплект. Ну что, давайте заберем. А ствол и записку оставим здесь. Ну и теперь отправляемся встречаться с волкодавом. Где-то он должен быть здесь. Рядом с лабораторией, судя по всему. На этом заводе расположились альфа-псы. А волкодав сидит вот в этом здании. Стоит на ящике. Ну тут просто еще они гоняли собак и других мутантов. Ну и он как-то залез на ящик. Что-то нетрудно было вас найти. Ты волкодав? Да, мы больше не прячемся после исчезновения меняющего лица. Я так понимаю, если вы не скрываетесь, то подробности предыдущего контракта можете раскрыть? Ошибаешься. Мы все еще охраняем вход в лабораторию. Но мне надо туда проникнуть. Ты либо слишком смелый, либо слишком глупый. Мимо волкодав. Мне просто нечего терять. Мы можем нарушить контракт, но не просто так. Ну ясен красен. Охота говорить как будто... Что нужно? В долине сейчас находится экспедиционная группа долг и свободы. Думаю, если они встретятся лицом к лицу, то никакое перемирие не спасет. Бойня неизбежна. Продолжай. Нужно, чтобы этот бой выиграла именно свобода. Сделаешь? Да без проблем. База, я 018, вижу отряд противника. Атакую. Бэнк, 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 батя в здании. Эх, меня попали. Лукаш, наповорились на долгарей в долине. Уничтожаем. А вот и понеслось. Какой эпик, какой эпик. Так, ну где? Что происходит? Так, пальба началась. Не закончилась. Помочь свободе. Вон, вижу перестрелку. Ну, погнали. Решить ход боя. Так, там артефакт лежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что за трупы тут в болоте? Так, бенгальский огонь. Ладно, пускай валяется. Это наш дружбан. А что за трупы в болоте? С ума сойти. Свободовцы, свободовцы. Так они, по-моему, и так долговцев без меня перестреляли. Это долг тут полег. В трясине. Ё-моё. Как это так получилось? Интересно. Всё? Мне даже ничего не нужно было делать. Ну что ж, ладно, возвращаемся к Волкодаву. Готовы, долговцы. Командир свободовцев жив. Я подоспел вовремя. Хех, благодарю. Я отдам приказ своим ребятам, чтобы они не стреляли в тебя, если ты полезешь в лабораторию. А ключей у меня нет. Они были у Арнольда, а сам Арнольд погиб в Х-18. У кого они теперь, я не знаю. Ну ты и ублюдок, развёл меня, значит. Ладно, земля круглая. Ну что за абзац. Пойду в бар. Отдохнуть пора. Бар? Точно. Может, кто из местных знает, где ключи от лабы. Может и знает. Ну что ж. Получается, дорога в бар. Пришёл я в бар. И смотрите, какого здесь встретил. Джей-Джей. Хех. Привет. Что-то я тебя здесь раньше не видел. Я тебя тоже. Лично я этот бар впервые в нормальном состоянии вижу. А по себе не скажешь, что ты новичок? Я не новичок. Неужто не слышал, что только недавно зона освободилась от барьера меняющего лица? Жизнь только-только начинает восстанавливаться. Ну что-то там рассказывали. Может, выпивку купим? Неужто? Я этот ствол уже везде узнаю. Откуда он у тебя? Эмм, Тысячник. Ты про Даггер? У грешника Фобоса ствол когда-то был. Мне достался потом. Давай сменим тему. Мне нужно проникнуть в лабораторию Х-18. Альфа-псы меня развели. Наемники те еще перцы. Я сам не так давно был наемником. Денеги меня больше не интересуют. После долгого нахождения в зоне взгляд на жизнь меняется. Начинаешь чаще размышлять о смерти, о дружбе. Но не ты один такой. А зачем тебе в Х-18? Немного лично. Ты давай рассказывай. Мистическая история, не поверишь. Рассказывай, уж кому как не мне верить. Знал бы ты через что я проходил. Ладно, но учти, говорю это только тебе. В общем, до Варе 86-го года я жил в Припяти. Однажды попал в такую историю неприятную. Пожизненное мне дали, в общем. Вместо того, чтобы отправить меня в тюрьму, меня передали каким-то ученым. Со мной было еще много народу. Вывезли нас из города и привезли туда, где сейчас находится темная долина. Спустили в лабораторию. Мы там жили. Ну, как жили? Скорее, были в плену. Сомневаюсь, что это все было законно. Эксперименты на людях, не кончившиеся ничем хорошим. Продолжай. Ну, спустя месяц взорвалась станция. Лаборатория продолжала функционировать. Эксперименты, дичайшая боль, смерть типа допытных. Никто не заслужил такого. Даже уголовники и самые сумасшедшие убийцы. У всех накипело, и в 2005-м мы сбежали. Подобрали подходящий момент, смогли убить в рукопашку вооруженных огнестрелом охранников. Эх, много людей тогда полегло. Нами руководил мужик по прозвищу Велес. Сумел он всем боевой дух поднять. Мы почти разрушили лабораторию и сбежали. Она все равно продолжала работать. Жесть. Мы скрывались несколько дней, пока не нашли те шахты в темной лощине. Через полгода прогремел второй взрыв. Восемь лет я жил в тех шахтах. Мое состояние не позволяло выходить наружу. Слишком сильные последствия экспериментов и три полевых ранения. Когда боль ослабли, я уже и не желал выходить наружу. В нормальную цивилизацию выбираться бесполезно. Мутанты среди людей. Да. Неприемлемо адекватным обществом. Ух ты ж, ё. Как ты же здесь оказался? Решился не так давно, когда наша община достигла минимума. Я решил все-таки с одним знакомым выйти наружу. А увы, его убили. Потом я познакомился с одним кланом. Оказывается, они могут помочь мне отомстить. Возможно, с этой лабораторией связана группировка Грех. Это я пытаюсь выяснить. Страшная история. Ключи от лаборатории у меня. Возьми. Благодарю. Погоди, а как тебя зовут, сталкер? Зови меня темным сталкером. Артём, я нашёл способ проникнуть в Х-18. У меня ключи. Нужна хорошая помощь снаружи на случай, если Грех заявится. Дашь человек пять мастеров? Я бы с радостью. Новости хорошие. Грех сами никогда не показываются, как я выяснил. Извиняй, Тёмный. Не могу дать никого. Вообще все заняты. Попробую лидеров группировок попросить. Может, дадут ребят. Эх, ну ладно. Чёрт. Опять всё самому решать. Лидеров группировок попросить? Так. Заметка какая-то. Встреча с Джей Джеем. Встретил сталкера Джей Джея. Это был первый человек, которому я рассказал о своей жизни. Надеюсь, я об этом не пожалею. Он дал мне ключи от лаборатории, из которой я как-то когда-то сбежал. Похоже, мне придётся туда возвращаться. Так, нифига себе. Лукаш, Деймос, Ярославкин, Воронин. Так. А Деймос? Это кто? Чё-то я не помню такого. Эх, чё. Ладно. Так. А, кстати, у бармена тут работает торговля? Или всё ещё нет? Допустим, если продать вот эти два артефакта. Нет. Не работает. Даже если антирад продать не работает. На этом эту серию давайте закончим. Уже в следующей будем договариваться с лидерами группировок. И... Возможно, проникать в лабораторию Х-18. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok